А что, кто-то сомневается в том, что по Москве будут в октябре большие прилёты? Ну, хоть кто-то сомневается? А что в октябре меня спросят? О том, что 5 ноября выборы в США, что не понимаете чего? О том, что войну пора заканчивать. А если бьёшь по какому-то другому городу, меньше доходит. А доходит, знаете, когда? Когда по столице. По столице. Ни по мирным жителям, хочу сказать, ни по мирным москвичам. Нет, мы не ваборы. По военным объектам, по центрам принятия решений. Так доходит очень быстро. Пока на патриарших трудах в Москве гуляют светские львицы и великосветские львы, пока работают рестораны, и там ещё можно заказать устрицы и пармезан, войны нет. Для Москвы войны нет. Но когда Москва окажется без света, как Киев, без тепла, вот тогда и всё закончится на этом. Кто-то этого не понимает? Хочу спросить. Это очень простые вещи. Сейчас мне скажут, ну ты выдаёшь планы. Так это даже не планы, это естественное течение событий. Тут не надо даже быть каким-то человеком, который заканчивал Вестпойнт или военную академию генштаба вооружённых сил Украины. Это же всё понятные вещи. Убрать логистику, разбомбить всё, что надо, и бить по Москве. Ну, Крымский мост – это святое. Это святое. Я хочу сказать нашим зрителям, друзья. 5 ноября. Святой день. Ключевой день для войны. Независимой Украины с фашистско-нацистской Россией. 5 ноября для меня двойной праздник. День рождения моей тёщи Инны Николаевны. День рождения моего кумира, футболиста Олега Блохина. Плюс выборы в США, которые имеют ключевое значение для победы Украины в этой великой войне. Часики тикают, время идёт. Сегодня у нас 24-е. Какой, Олесь? Напомни мне, у меня все дни слились. Да, 24 сентября. 24 сентября. Ну вот. 24 сентября, ребята. Сколько у нас осталось до 5 ноября? Посчитайте. Месяц и 11 дней. Всё самое интересное впереди. Да. А с 5 ноября процесс пойдёт уже с горки. Это будет так захватывающе интересно. И вы знаете, события будут нарастать, как снежный ком. Вот сейчас это всё копится, копится, копится. Потом это взорвётся. И тут ждёшь новость, которую знаешь, что должна произойти. Вот ждёшь её там дни, недели, иногда месяцы. А тут вот настанут дни, когда всё будет быстро. И каждые 3 минуты новая новость. И одна лучше другой для Украины. Я вспоминаю, знаете что? Хорошо знать историю. Вот ещё раз. В который раз уже говорю. Потому что она всегда повторяется. Всегда. И кто её знает, знает, как будет дальше. Кто хорошо знает прошлое, знает будущее. Как Советский Союз, этот гнойник, годами нагнаивалось всё, нагнаивалось. Гной уже, знаете, уже такой был не свежий, не хороший. И вот уже БКЧП, и вот уже путь 19 августа 1991 года. И казалось, ёлки-палки, путь, и казалось, что всё. Нет. А это надо было гной проткнуть, и он хлынул. И дальше всё было быстро-быстро, мгновенно пошло. Покатилось как, да, по кочкам. И докатилось до 25 декабря, когда флаг Советского Союза пополз вниз на Кремлёвской башне. И всё. И не стало Советского Союза. Захлебнулся своим гноем. В противовес того, что сказал Питер Павел, премьер Дании Мэтта Фредериксон предложил отказаться от любых красных линий в войне с Россией. По её мнению, самая важная красная линия уже была пересечена Кремлём в феврале 1922 года. Союзникам необходимо разрешить Украине использовать западное оружие для удара вглубь территории России. Снятие таких ограничений для Киева не приведёт к эскалации конфликтов. Так, прекрасно. Ты посмотри, что говорит Александр Ступ, президент Финляндии. То же самое. Люди уже... Шольц бедный. Вот мнёт яйца, что называется. Вот тяжело ему решиться. Ну, опять-таки, я не хочу его критиковать. Во-первых, он свои яйца мнёт, а не чужие. Во-вторых, он руководствуется... Ну, это шутка. Он руководствуется национальными интересами Германии. Одно дело, я тут сижу, разглагольствую, да? Видите, я же к себе трезво отношусь. Другое дело, человек, наделённый должностью федерального канцера, который отвечает за то, в том числе, что по Германии не полетят русские ракеты. Он же об этом должен думать. Вот он и думает. И говорит, нифига, я не дам разрешения на использование Таурус по территории России. Плюс ещё не будем забывать, что у немцев есть вот эта фантомная боль Второй мировой войны, которую... Это покаяние национальные, которые... Они годами и десятилетиями в каждой школе всё это изучали, и каялись, каялись, и продолжают каяться. И правильно, кстати, делают. Натворили горя очень много. Поэтому Шольц телится. Многие лидеры уже мировые сказали, да надо дать возможность Украине бить по России любыми ракетами дальнобойными. Так и дадут скоро. Ну дадут. Чуть-чуть подождите. Чуть-чуть. Вот думаю, до конца сентября вопрос решится. Чуть-чуть. Повеселю вас, друзья. Значит, бывший замглавы администрации Путина Владислав Сурков появился на «Горизонте». 60 лет ему исполнилось. И он написал стихотворение. Вы же помните, наверное, что он с претензией на писательский талант опубликовал это стихотворение журналиста Андрея Колесникова. Я прямо вам зачитаю это стихотворение, потому что, наверное, вы это не видели. Я хочу, чтобы вы это услышали. «Здесь в наше время, где так же жёстко схлестнулись хищные века, прошёл я галцем кое-как, свой путь от трудного подростка до непростого старика. Я жил, в чём был, как по тревоге, из мрака поднятый мертвец, с просонья прямо на метель, стремясь на полотне эпохи, попасть в расфокус или в тень. Века двадцатый с двадцать первым сплелись в борьбе, а мне-то что? Я вырос в некто из никто, иду себе легко одетый, как саван в белое пальто». Дима, что ты думаешь, когда ты слышишь это его стихотворение? Да это гений наших дней. Это Пушкин, новый Пушкин. Это я пошутил, конечно. Сурков — это один из идеологов русского мира, один из идеологов войны России с Украиной, один из этих псевдоинтеллектуалов, а на самом деле типичный шизофреник, просто шизик. Многие шизики умеют преподать свою шизофрению как откровение, как высокий интеллект, высокий лоб, умение формулировать загадочно какие-то такие вещи, облекать их в какую-то такую форму. И люди смотрят и думают, «Какой гигант! Не добраться даже до подошвы его! Какой мощный ум!» А на самом деле это идиоты. И Сурков идиот, еще и психически больной человек, больной на голову. Но такие стихи может написать только больной на голову идиот. И эти люди под руководством Путина, между прочим, годами выстраивали стратегию порабощения Украины. И эти люди рассказывали всему миру про особый русский путь. Знаете, что такое особый русский путь? Это путь ночью, когда ни единого фонаря. Из дома деревянного в деревянный туалет, засранный, с очком таким, с навозными мухами. Это особый русский путь. Мало кто это понимал. Как писал Птючев, «Умом Россию не понять, оршином общим не измерить». Конечно, такую навозную страну умом понять невозможно. Как, когда люди уже давно процветают и живут, а не выживают. Как ты поймешь эту Россию? Конечно, умом не понять. Классик. Поэтому вот эти чуваки типа Суркова все время искали особый русский путь, сермяжную правду, скрепы. Что они еще искали? Ну, говно это все. Засырали мозги своим соотечественникам, которые и так с мозгами у них проблемы были много веков. А тут еще засрали конкретно. С помощью хитрожопых Соловьева, Скобеева и Попова. Те любят западные ценности. Те только рассказывают в стиле экранов про особый русский путь. А их путь на самом деле у этой пары Скобеева и Попова это Америка, у Соловьева Италия. Они все понимают. Они циничные твари просто. Ну, вот и Сурков. Банальный шизофреник. А говорю, Сурков, Сурков, да это такой человек. Я же помню, как наши политики приезжали еще в нулевых из Москвы, рассказывали, что встречались с Сурковыми. Говорю, это такой человек, опережающий время, такой просветленный, такой с меткой гениальности даже. Ты такой же говнюк тупой, как они все. А Путин что, тупое говно тоже. Они все одинаковые там. Там плюнуть не в кого. Про то, что происходит на фронте. Оккупанты начали штурм Угледара в Донецкой области, предприняли первую попытку зайти на территорию многоэтажной застройки в Угледаре, пишет агентство. Судя по сообщениям, россияне находятся на окраине города. С другой стороны, другое сообщение, российские войска переходят к обороне к северу от Харькова, возможно в результате вторжения Украины в Курскую область. Это пишет Институт изучения военной. Смотрите, ничего говорить не буду, кроме того, что в ближайшие дни нас очень хорошие новости ждут. И ты, Алиса, знаешь, какие, правильно? Я ничего говорить даже не буду. Идем дальше. И ты не говори. Ну, конечно, нет. Сегодня годовщина. Ровно 20 лет тому яйцо попало в Януковича. Друзья, если вы помните, видео мы вам не подготовили, потому что я думаю, что эта картинка тогда облетевшая всех и вся, до сих пор находится в вашей памяти, как Янукович в поездке во Львов вышел из автобуса, по-моему. Не во Львово, а в Ивано-Франковск. В Ивано-Франковск. До Западной Украины, да. Я хочу обратиться к нашему редактору. Можно ли нам подготовить, вот прямо сейчас, пока мы в эфире, прямо видео падения Януковича от яйца, и пока я буду об этом говорить, покажите, пожалуйста. Это же потрясающее видео. Есть мои любимые видео с Януковичем. Первое, это падение от яйца, второе, как дверь чуть не прищемила его тупую голову, когда он шел на инаугурацию в Верховную Раду. И третье, это вышаг, это видео века, как венок Януковича по голове. То есть Янукович бедный, он был и побитый яйцом, и ушибленный венком, и дверью чуть не зажатый. А это все были знаки. Просто многие не умеют читать знаки. Я помню этот день, вот интересно, ты напомнила, я помню этот день, эта новость застала меня в обществе одного очень уважаемого человека. Я не буду называть его фамилию. Его уже нет в живых. И ему тут же позвонили по каким-то большим телефонам и сказали тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И он мне говорит, это же непростое яйцо было, свинцовое. Там были то ли гвозди, что он мне сказал, я не помню. Короче, свинцовое яйцо. Поэтому он упал. Я говорю, ну от свинцового яйца у него уже во лбу вмятина была бы. Он говорит, не, ну ты же не хочешь сказать, что такой большой Янукович упал от обычного яйца. Я подумал, мало ли, может, действительно свинцовое. Но яйца у Януковича точно не свинцовые. И то яйцо точно не свинцовое было. Обычные яйца, обычное яйцо. Это хорошее видео. Найдут нам его, Олеся? Нет, пишет редактор, сейчас не может, технический момент не может вывести. А, жалко, жалко. Друзья, забейте в Ютубе, Янукович падает от яйца. Повеселитесь. Но, если вы хотите повеселиться по-настоящему, забейте, пожалуйста, Янукович и венок. Ну, это потрясающе. Это Янукович и Медведев. Медведев тогда был президентом России. Пришли в парк Славы на холмах киевских, где я еще в 9-м и 10-м классе, мы там стояли в почетном карауле, помню, у памятника Славы. Вот они туда пришли поклониться памяти погибших во время Второй мировой войны. И стали, значит, хлещет дождь. Прическа Януковича стала похожа уже на подобие прически. Он склонил голову, и в это время резкий порыв ветра и этот венок дал ему по его тупой, отбитой голове этой хромой лошади. Но это же знак был. Когда он шел в Верховную Раду и дверь перед ним закрылась, это был знак, что закончится плохо. Когда венок дал ему по голове, это знак. Это было очень смешно. Реально. Это было настолько смешно, что даже сейчас это актуально. Это смотришь, невозможно смотреть без смеха. Это просто оборжаться можно. Знаки читать надо. Интересно, как он там, эта тупая лошадь, как она там живет? Смотрит сейчас, за новостями следит. Может, наш эфир смотрит, слушает. Не знаю, со стаканом или без. Думает, наверное, про тебя. Вот эта падла, бацман. Я помню, какие ты мне вопросы задавала, что мне краснеть пришлось. Нет, он не краснел, он даже не понял, что произошло. Это Анна Герман пыталась спасти его репутацию, но так и не спасла. Хорошо, Дима, ну что, друзья, будем на сегодня заканчивать, финализироваться и будем встречаться с вами в следующий вторник. Спасибо вам, что сегодня нас смотрели, спасибо, что были с нами, спасибо, что лайкали, подписались на телеграм-канал Дмитрий Гордон и спасибо всем, кто донатит на дроны для вооруженных сил Украины. А кто еще не успел, пожалуйста, у вас есть такая возможность, потому что войну нужно приближать не только словами, а и делами. Дроны очень нужны на фронте. Пожалуйста, вот QR-код под нашим видео, есть несколько ссылок, в любой валюте вы можете просто перейти по ссылке и задонатить, кто сколько может это сделать. Ну и наконец, знаете, друзья, я хочу сказать еще раз, если вы слышите, у нас все плохо, все потеряно, все будет еще хуже, не верьте тем, кто так говорит. у нас на самом деле сегодня, ну не фонтан, конечно, но лучше, чем могло быть. Завтра будет вообще замечательно, а послезавтра будет шикарно. Поверьте мне, слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok